Вот с того момента, как мы имеем вот эту проблему с этим Мунтианом, полицией и прокуратурой, мы неоднократно слышали высказывание Мунтиана, что его надо закрыть в психическую больницу, или как она называется? То есть вас или отца? В мой адрес. И все, что у них есть, забрать, а она будет следующая. Я следующая. То есть их намерение уничтожить? Отдачи, ключи от квартиры, ключи от машины, и я следующая. Да, после декларации криминали, ну? Ну да. И жаловались полиции, прокуратура. Мы говорили об этом адвокатам, но адвокат, как бы, вот с того момента, как мы имеем вот это разбирательство, от Мунтиана, потому что он постоянно разговаривает по телефону и обсуждает с его друзьями, чтобы было все слышно. И он уже неоднократно высказывал эти намерения, говорит о том, что его надо закрыть в психиатрическую больницу. Что есть ваш? Да. Отобрать от этой семьи все, а она будет следующая. А кто он? Простой житель, ваш сосед? Он начальник охраны Терекса Петрова. Он живет на втором этаже сна. Вау. Начальник охраны Терекса Петрова. Да. Да. За спиной прокурора и полиция. Вы думаете? Не думаем, так и есть. Если человек совершил такие преступления, остался безнаказанных, как бы. Понятно. И начались звонки уже моим родителям по ночам. Начались телефонные звонки по ночам. Они, поверьте мне, сколько мы раз обратились в Генеральную прокуратуру с того момента, с 2017 года, как это произошло по сегодняшний день. Уже имеем где-то 18 заявлений. На имя Харонжина, сейчас на имя Робу. И никто не рассматривает ничего. Никто не... Мы обратились, чтобы... Скажи, как деду звонили и угрожали. Давайте зайдем вместе в аудиенцию и спросим, где ответы на вашу жалобу. Скажи, как деду угрожали, звонили и угрожали. Может, дед сам скажет? Звонили, угрожали. Звонили, угрожали. Это было давно, говорили. Это год назад было. Давайте зайдем вместе там в аудиенцию и спросим, где ответ. Или уже обед и никто не откроет. Да. У них обед. Обед сейчас, да. Вот, смотрите. Заявление от 20.02.2019. Здесь было написано... В адрес прокуратуры. Да, в адрес Харунчина Эдуарда. Здесь было написано, что участковый нашел на место происшествия трость, которая была сломана на три части. Угу. С моим отцом. Да. Мы ставим вопрос, почему участковый не отдал вещественные доказательства следователю для экспертизы. Вот так. Он сбрал вещественные доказательства. Он бросили все, да? Да. Он спрятал. Здесь написано разбитая голова, бровь, зубы, выбитая и порезанная рука, сломанные ребра. Мое заявление было написано 21.11.2018 для того, чтобы его рассматривали. А мое заявление осталось без рассмотрения. У вас, что, или вашего отца? Я писал. Вы жаловались? А, понятно. Что вы его избивали. Уйтас, вакуума, хосты ба тут ба трыну умеру. Исполка, аста машина лопалит. Умер у хосты ба тут ажа, наше старе, по бруси руку, мы на один умер. Аста успус медички, расклад в юрдженцы. Вам хотели сломать руку с ключицы? Аста, ну машина, машина пола коммерчика, бетеза пола полежчика, где он нормы и не миг. А, да, если машина способ тут засмешаетpower, Исполка и спасает руку, и спасает руку. Он не успеет повсю nation itself... А areas почувствует машина. То есть уже проверка, что ложат машина и да?! Да, да, а что они не может оказать машина и weg? Да, знаете, этоoba пор Brooklyn отдал машина и все обуд抉ает. Да, особенно,ulsive ситуации... Но под들озав дело рассмеялся на суду в судßen billом. Пvetительно рассмешется Айдан password и на что nécessaire kamera почувствовать ее. Все же, откат – протива вы видели всё… А есть сразу единственная�도 аная��� ses – это уже» Как вас зовут? Как вас зовут? Вестерова Майя. Нора Батрельному. Вестерова Сергея. Фичоро. Вот смотрите, последнее мое заявление, которое я обходил в МПП, высшестоящему прокурору. Данным заявлением опротестовываю постановление от 12.09.2019 прокурор по фамилии Лупашко. В беззаконии прокурор Лупашко доказывает решение апелляционной палаты, которое я предоставляю. То, что уже было рассмотрено не кем-нибудь, а апелляционной палатой. Это доказывает о том, что прокурор игнорирует даже решение апелляционной палаты. Что было рассмотрено самим правосудником. Все вот эти разбирательства, которые мы уже рассмотрели не только в первой инстанции, но и в апелляционной палате, уже нечего больше рассматривать. Здесь уже доказан состав преступления. Поэтому прокурор Лупашко вместе с полицией Ботаньки сделали лживую экспертизу. По 287-й, в моем случае, чтобы он не отвечал ни за что. Также была лживая экспертиза сделана с моим отцом. Потому что те побои, которые были, был побитый человек, никак не может быть легких делезных повреждений. Имеет ли право на два этапа? Мы также консультировались у адвокатов. Они сказали, что так как была сделана экспертиза, с которой мы не согласны, а тем более она была сделана в нашей отсутствии, они должны были назначить экспертизу в присутствии двух экспертов. И в какой инстанции следующий суд, заседание? Пока нет судов, да? Значит, встречаемся в понедельник с президентурой, потом, наверное, протестуем у американского посольства и ССМИ, да? Магистратурой. У меня нет права, никто не скажет машина. Если что-то случится, он говорит, что у нас есть дочистка, да, дочистка. Мы не имеем ничего, чтобы машина спаркать машинами. Но и почему они были созданылушай страны? Луч. Луч. Луч и отчистки, а это связано с поджитками. Да, кто не имеется вставлять против. Немец не требует со саду машина, и у нас ничего не было. А это и все из-за Терекс в том, да? Да, да. В Терекс в том, да? Да, да, да. И Мунтеану, Владимир. Немец не требует саду машина. У нас есть полиция. Гоги саду ли вы извините среду? Гоги с адролирования и пограли с точки зрения? Да, да, да. Я думаю, что в нашем случае, так как прокуратура и полиция ведет реальную войну против этой семьи. Против вашей семьи? Против нашей семьи. Здесь уже такие высказывания насчет психиатрической больницы. То, что произошло с моим отцом, которого избили и порезали. То, что произошло в моем случае, никто не дает гарантии, что завтра кого-то из нас убьют. Или не убьют, да? Да, или не убьют. Поэтому, я считаю, должны выходить с протестом перед посольством США. Везде. Опасаясь за свою жизнь, потому что жить в данной стране для нашей семьи, я считаю, уже опасно. Понятно. Я выйду с вами. В понедельник увидимся у президентуры и американского посольства. Мы подождем, пока они придут. Они уже не придут. А что пойдем со мной? Это топ-то.